всем привет с вами полиморфик и это небольшой выпуск новостей по игре star citizen недавно циги представили отчет по star citizen где рассказали о проделанной работе за ноябрь и декабрь прошлого года работали они над новыми существами транспортными средствами планетарными технологиями и многим другим в чем попробуем разобраться в формате данного видеоролика также попробуем разобраться сидят ли циги сложа руки или же все-таки над чем-то работают команда и контент провела конец года устраняя ошибки для улучшения социального искусственного интеллекта после достижения более надежного состояния они начнут внедрять различные функции поведения из квадрона 42 было восстановлено гражданское поведение это включал исправление таких предметов как стулья сидений поручни в различных местах а также выявление устаревших настроек возможностей и связь с командой по реквизиту для его обновления также они обновили голосовые пакеты и основное поведение искусственного интеллекта для торговцев администраторов и барменов на различных станциях и посадочных площадках написать теперь не будут стоять неподвижно они будут правильно использовать свои предметы с улучшенной анимацией также были выявлены ряд ошибок искусственного интеллекта в транзитной зоне лорвеля внедрили некоторые функции из квадрона 42 для охранников а также предоставили нпс соответствующие голосовые пакеты также разработчики поработали над дизайном уровней для внедрения инженерных функций в различных областях с ограниченной функциональностью и функций безопасности из квадрона 42 похоже что не всегда нпс тупят из-за низкого фпс сервера здесь есть какая-то проблема в самих настройках этих нпс и это проделанная работа цик надеюсь решит некоторые проблемы с искусственным интеллектом которые мы постоянно наблюдаем в рамках выпуска патча 3.22 команда работающая с функциями искусственного интеллекта потратила время на исследование проблем мешающих улучшенному боевому поведению искусственного интеллекта когда он медленно реагирует во время миссий команда признает что медленные реакции и не имеет единой причины а является результатом нескольких проблем а выражается эта ошибка как одна и та же проблема первое что команда стремится сделать это улучшить знание инструментов отладки искусственного интеллекта особенно среди команды контроля качества это позволит быстро получать всю необходимую информацию при возникновении проблемы например проблемы с конкретными настройками миссий или локации могут быть выявлены с помощью инструментов отладки второе что нужно сделать это ускорение процесса попадания в нужное место если проблема возникает только в определенном месте во время определенной миссии команда должна иметь возможность быстро ее воспроизвести для этого рассматривается возможность предоставления функции для телепортации в активные локации миссии третье что команда хочет сделать это улучшение инструментов отладки после определения причины когда команда определяет причину которая может возникнуть снова, они вносят улучшающие изменения в инструмент отладки, для того, чтобы легче идентифицировать проблемы в будущем. В выпуске патча 3.22 команда работала над несколькими причинами медленной реакции искусственного интеллекта. В частности, была исправлена проблема, из-за которой увеличение шкалы восприятия искусственного интеллекта не распознавалось в общей функции реакции, из-за чего NPC зависали в анимации ожидания реакции. Также была исправлена проблема, из-за которой искусственный интеллект некорректно выходил из режима исследования из-за того, что не проверял текущую цель. Также ведется отладка проблемы, связанной с системами враждебности и восприятия, которые неправильно инкапсулируют конкретные требования к враждебности в конкретной миссии и локации. Команда также изучает возможность добавления и исправления для решения этой проблемы в следующем патче. В дальнейшем команда продолжит исследование и исправление проблем с медленной реакцией искусственного интеллекта, для того, чтобы обеспечить улучшенную боевую функциональность в следующих патчах. Команда также работала над проблемами искусственного интеллекта на уровне репликации. Уровень репликации является основным компонентом сервер-мешинга, который позволит искусственному интеллекту перемещаться между серверами или восстанавливать их состояние после сбоя сервера. Команда обнаружила проблему, связанную с неправильным восстановлением наблюдаемого состояния искусственного интеллекта после сериализации обратно с уровня репликации. В рамках исправления команда делает переключение между состояниями более последовательным и менее случайным, связывая его с компонентом статуса, который контролирует переключение. В конце года команда AI Tech усовершенствовала функции и поддержку выпуска патчей. Боиды, которые разрабатываются командой, приближаются к завершению первой итерации. Это позволит дизайнерам размещать рыб, грузунов и птиц в окружающей среде. Недавние обновления включают в себя правила, позволяющие избегать опасных зон и участков, а также реагировать на выстрелы и попадание пуль, и переключаться между режимами ожидания или блуждания на набор правил бегства. В ноябре и декабре те же самые функции разрабатывались и для Сквадрона 42, поэтому здесь могут быть повторы с предыдущим выпуском. Команда также продолжила работу над улучшением функционала Боидов. Они работают над тем, чтобы агенты Боиды могли переходить из состояния управляемого анимации в состояние Рэгдова. Для птиц было расширено число странствующих состояний. Например, после приземления птицы помимо полета могут также ходить. Команда также продолжила усилия над оптимизацией и улучшением различных функций, включая алгоритм поиска пути, систему предотвращения столкновений, систему навигации и логику загрузки. Некоторые существующие функции были доработаны и улучшены. Например, NPC, использующие тележки, получили улучшенное предотвращение столкновений, и это было достигнуто за счет обновления логики и использования и отслеживания пути, когда NPC толкают тележки. Для NPC, использующих лестницы, был добавлен новый функционал, и теперь они будут ждать, пока по ней кто-то не пройдет, и она не освободится. Также команда в конце прошлого года искала решение для создания навигационной сетки на планетах. В данный момент работа над этим находится в стадии разработки. Команда по анимации потратила время на то, чтобы во вселенной представить существ, начиная с четвероногого хищника, а также птиц и рыб. Так что по ходу у нас скоро в постоянной вселенной появятся живые существа. Как вы думаете, какое четвероногое существо, циги нам представят первым. Тем более, как они написали, это будет хищник, значит это будет какой-то монстр, которых в игре будет предостаточно. Нам уже показывали пайра краба, огромного монстра в виде медведя, который будет обитать на микротеке, а также будут различные добрые существа. Например, всеми уже известная космическая корова. Это будет доброе травоядное существо, которое можно будет доить. Также ликсы как-то находили кот в игре, в котором была упомянута собака. Также циги работают и над космическими китами, которых я с нетерпением жду в облаках Крусейдера. Также они продолжили работу над лицевой анимацией, для увеличения количества строк и точности воспроизведения. А команда концепт-артов персонажей начала этап исследования возможностей настройщика персонажей и других существ. Была завершена работа над легендарным костюмом Дастер, а также шлемом гоночного летного комбинезона. Также продолжили работу над самим гоночным комбинезоном и подготовили наряд для подписчиков. К концу прошлого года прошел этап проверки вайтбокса RSI Polaris. И теперь он перешел к этапу грейбокса, где будет завершено все моделирование поверхностей и анимаций. Особое внимание было уделено модульности внутренней части для улучшения повторного использования и масштабируемости. На ситконе циги обещали выпустить Polaris в этом году. А после того, как работа над Polaris завершится, они должны приступить к работе над RSI Galaxy. Также началась работа над золотым стандартом для Aegis Saber Raven, которому очень долгое время не хватало любви. В эту работу будет включена проверка компонентов, а также полировка приборной панели. А также циги работали над тремя новыми вариантами. Только мне не особо понятно над тремя вариантами Raven, либо циги написали просто про какой-то другой корабль. Один из них уже был запущен в производство, другой продолжил работу в грейбоксе и третий перешел на стадию нулевого лода. В ноябре и декабре команда по экономике завершила балансировку цен на броню и транспортные средства. Затем они начали изучать цены на оружие в рамках балансировки широкой экономики для объединения всех систем. Также было разработано контекстное наследование инвентаря для пометки предметов в магазинах. Это позволит легче балансировать цены. Также команда работала над экономическими последствиями грузовых лифтов и начала балансировать время и стоимость их использования. Также они исследовали доходы игроков и начали принимать меры по предотвращению эксплойтов и изменению баланса вознаграждений за миссии. А также исследовали злоупотребления, связанные со временем и со стоимостью восстановления кораблей. Что касается командира арены, в ноябре и декабре команда разработчиков фокусировалась на закрытии рефакторингов и задач по улучшению перед переходом к поддержке постоянной вселенной. Также они поддержали специальные события и выпуск патча 3.22. Инженеры закончили работу над экспериментальными режимами для 3.22, включая возможность замены предметов в зависимости от режима и событий. Была проведена работа над системами специальных событий и наград, включая уникальные загрузочные экраны и баннеры. Также началось тестирование потоковой передачи в арена Commander. Дизайнеры поддерживали работу над игровыми режимами и специальными событиями для патча 3.22. Было проведено тестирование новых гоночных трасс и создан новый игровой режим для патча 3.22. Команда дизайнеров уровней завершила работу над новыми гоночными трассами и создала прототип игрового режима для тестирования. Также они разработали новый игровой режим гонок на гравибайках. В ноябре команда разработчиков начала внедрять систему сроков выполнения в нескольких миссиях по всей вселенной, что позволит избежать бесконечного ожидания выполнения миссий, если игроки с ними не взаимодействуют. Продолжило улучшение миссия по краже и восстановлению, и в настоящее время создаются варианты этой миссии. Был улучшен опыт нового игрока, команда добавила новые элементы, чтобы познакомить игроков с более важными игровыми системами. Затем команда приступила к очистке и улучшению существующих миссий на проникновение и защиту, и с выпуском миссии под названием Data Haste команда начала контр-миссию, используя одну из модульных миссий. В JumpTown были внесены изменения в способ взаимодействия игроков в бою, а также начался процесс создания уникальной атмосферы для каждого места. В декабре команда приступила к созданию прототипа гонки на время для того, чтобы использовать больше возможностей функции под названием Leech Grab 2-й версии. Наконец, начали процесс преобразования миссий для использования грузового лифта. Например, миссии под названием Blockade Runner, а также Xenotretta другие оцениваются для определения необходимых обновлений для того, чтобы они соответствовали новой функции перед ее выпуском. В конце 2023 года команда по графике сделали значительный прогресс в выполнении своих долгосрочных задач. Команда работала над улучшением визуального качества газовых облаков путем добавления эффекта направленной окклюзии. Выходные данные газовой облачной системы были унифицированы с планетарно-облачной системой, что позволяет использовать новое решение для масштабирования облаков в обеих системах. Команда Global Elimination добавила поддержку прозрачности с помощью плотной сетки вокселя обзора с низким разрешением и более разреженной сетки зонально-пространственных зондов с более высоким разрешением. Vulcan входит на заключительную стадию разработки, и команда завершает работу над последней технологией рендеринга. Текущая работа направлена на уменьшение зависаний за счет работы над кэшированием компиляций шейдеров и общей оптимизацией производительности перед первым выпуском. Команда Planet Tech продолжила работу над улучшением водной функции. Обращая особое внимание на надежность использования памяти и производительность, команда по графике улучшила эффекты кромки воды как для окружающей среды, так и для козырька объектива камеры. Команда программирования визуальных эффектов работала над завершением визуальных эффектов пожарной опасности. исследовалась сетевая поддержка системы пожарной опасности и добавлена поддержка визуальных эффектов воды. В инструментах добавлена поддержка уникальных идентификаторов, связанных с каждым эффектом частицы, чтобы обеспечить надежные ссылки и реорганизацию эффектов. Команда повествования была очень активна в конце года. Они работали над карьерными диоремами на выставке «Интергалактика Респейс Экспо», в патче 3.22 работали над новыми функциями, включая восстановление структур с заброшенными поселениями, грузовыми контейнерами, дополнениями в арену «Командор» и множеством предметов иллюминалии. Также команда работала над кораблем «Сантакьяй», уделяя особое внимание языку и традициям «Шиан». В будущем команда планирует работать над постоянной вселенной, над созданием новых сюжетно-ориентированных миссий, улучшением гильдии и фракций, для развития игроков и заработка репутации. Также было уделено внимание улучшению голосового пакета NPC. В ноябре и декабре группа исследований и разработок потратила значительное количество времени на режим временного рендеринга атмосферы и облаков. Для наземного тумана была добавлена экспериментальная поддержка карт плотности тумана. Исправлен код для уменьшения артефактов в виде колец при отображении объемных теней от облаков. Уточнены оценки освещения для прохода атмосферного света. Также были внесены улучшения в инструмент анализа аварийной ситуации. Планируется добавить поддержку для захвата извлечения вспомогательных стеков, вызовов для проблем с памятью. Я надеюсь, что все эти новые визуальные эффекты к нам очень быстро придут в постоянную вселенную и поможет всему этому как можно быстрее добавленный в игру вулкан, а также ДЛСС и ФСР. Ваши мысли по темам этого ролика, как всегда, оставляйте в комментариях под видео. Не забывайте ставить лайки для помощи в продвижении канала. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие выпуски. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там выкладываю свежую информацию. Ссылка на него будет в описании. Счастливых полетов вам и до скорых встреч, друзья!